Детские истерики Первый вид истерики, о котором хотелось бы вспомнить, это истерика, возникающая из-за недостатка внимания родителей к своему малышу. Часто бывает так, что отцы и матери слишком заняты какими-то домашними делами, погружены в свои заботы, работу, все в трудах, в делах и так далее. И, конечно, ребенок испытывает недостаток к себе внимания. И истерика является одним из способов обратить внимание родителей на себя. Естественно, метод борьбы это побольше уделять внимание своим малышам. Второй вид истерик, это истерика, возникающая из-за физиологической усталости малыша, когда ребенок, например, голоден или хочет спать и так далее. Тут все понятно, ребенок вымотан физически и это способ донести до родителей информацию, что что-то не так. Тут ребенка надо чувствовать. Как правило, такие истерики легко победимы. Особенно, если родители досконально знают привычки своего малыша и способны легко составить его распорядок дня. Ну и третий, наиболее распространенный вид истерик, это истерики, связанные с манипулированием. Дело в том, что я уже вспоминал в предыдущих своих роликах о том, что дети копируют своих родителей. И, как правило, все начинается с того, что родители манипулируют своими малышами для достижения собственных целей. Ну а дети это берут на заметку и поступают с вами совершенно так же. Естественно, истерика это очень хороший способ манипуляции, особенно если родители поддаются данному воздействию. И если уж так сложилось, что вы довели до такого состояния ваше семейное отношение и ребенок пытается с вами манипулировать, то поздно уже менять себя. Единственный способ борьбы с такого вида истериками это игнор. Но ни в коем случае нельзя поддаваться данному виду истерики. Проявите терпение. Так как ребенок в такой ситуации работает на публику для достижения своих целей путем воздействия на окружающих. В принципе, это все виды истерики и способы борьбы с ней, которые я могу выявить со стороны своего жизненного опыта. Ну а если вам есть что добавить, пишите об этом в комментариях. Также делитесь этим видео с друзьями. Ставьте пальчики вверх к этому ролику. Обязательно подписывайтесь на канал. У нас впереди еще много всего полезного и интересного. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.